Мне не сложно, вдруг кому-то пригодится. Всероссийская благотворительная акция «Тележка добра» теперь и в Симферополе. Покупая продукты себе, можно приобрести товары первой необходимости и для других, и оставить их в корзины возле кассы. Таким образом вы поможете малоимущим гражданам и тем, кто находится дома на вынужденной самоизоляции. Много людей отзывается. Да, неожиданно, но очень много, с каждым днём всё больше, и очень много молодёжи, что очень приятно сейчас. Организаторы акции просят крымчан помогать нуждающимся продуктами с длительным сроком хранения. Консервами, чаем и крупами – всё это входит в категорию товаров первой необходимости. Это то, что человек сможет взять, и то, чего ему хватит надолго, на большой срок. Каждый день к нам поступает большое количество заявок. Это как люди, которым нужна помощь, так и люди, которые хотят оказать помощь. Непростые будни добровольцев расписаны по часам. Пока одни принимают заявки, другие едут за продуктами и развозят их заказчикам. Жанне Севченковой 86. Из дома не выходит, но при этом режим самоизоляции переносит стойко. Знает, на волонтёров всегда можно положиться. Ну что сказать, спасибо, что ж я могу сказать ещё. Спасибо большое, конечно. Акция «Тележка добра» стартовала в Крыму впервые. Её проводят в рамках всероссийского проекта «Мы вместе», который поддержали 10 симферопольских супермаркетов. Если вы попали в сложную жизненную ситуацию, или ваши близкие находятся дома в условиях самоизоляции, без возможности выйти в магазин, добровольцы готовы прийти на помощь. Чтобы ставить заявку, просто позвоните на горячую линию волонтёрского центра по телефону, который вы видите на экране. Татьяна Баликина, Сергей Козырь. Утро нового дня.